Йоу, всем привет! Недавно я сыграл очень крутой бой на Кромвеле и спешу с вами им поделиться. MVP это аббревиатура, которая расшифровывается как Most Valuable Player, переводится как самый ценный игрок и использует эту аббревиатуру обычно в американских спортивных чемпионатах, в частности в баскетбольном чемпионате присуждается эта номинация самому ценному игроку по результатам сезона или по результатам финальной серии матчей. Но обо всем по порядку. Не зря я назвал это видео MVP. Вначале я всего лишь не хотел получать медаль MVP, вначале я всего лишь хотел получить себе медаль разведчика и как вы видите, сколько там 11 танков противника я обнаружил просто легчайше, просто прокатившись по кромочке вдоль ЖД. Но, но, с медалью разведчика есть проблема одна. Недостаточно обнаружить 9 и больше танков противника, нужно еще победить в бою. И видимо команда моя в этом бою словно прочитала мои мысли о том, что я хочу разведчика. Ну окей, ты хочешь разведчика, ты и тащи, и побеждай в этом бою. В начале я дал первоначальный засвет по центру, как бы понять кто куда поедет, помимо того, чтобы получить медаль разведчика. А после этого приехал на правый фланг подсвечивать вот этих вот ребят на Шкоде и как раз таки на вражеском кромвеле. Делаю я это не зря, как мы видим. Видим мы. Что? М44 убивает как раз вражескую Шкоду 548 урон по разведанному. Я полезен. Обновляю засвет, продолжаю засвет. И сейчас немножко погодя я сделаю свою первую ошибку в этом матче, в этом бою, которая в конце боя будет для меня, ну, просто очень критичной. Итак, решил я поменять позицию. Почти отсветился я, почти отсветился я, но, но все-таки отсветился я не до конца. Надо было еще маленький кружочек нарезать, тогда бы две эти плюшки в борт я бы, скорее всего, не получил. Перемещаю себя на левый фланг, давать засвет на нем, потому что, как вы видите, в основном у нас силы союзников героически погибают на правом фланге. Слева, в принципе, танки светятся, но они за ЖД, их прострелить тяжело, поэтому пробую я кого-нибудь еще высветить. Светится пока только что лишь Руди, и, кстати, Маша Милави дает ему урон. И, видимо, тоже с мыслями о том, что, ну, раз тебе нужен разведчик, ты тащи этот бой, отправляется в ангар. Счет становится 2-6, окей, 2-6. Что дальше делать? Вроде бы здесь и СТРВ-шка на центре подставляется. Кстати, он еще небольшой урон прозведанным пришел, тысячу прозведанным я насветил. Решаю в очередной раз я сменить позицию, попробовать зацелить вот эту СТРВ-шку на центре. Вначале пробую, пробую. Пробую еще раз, пробую. Но она, как мы видим, она смотрит на меня, решая урон не получать. А что сделать? А просто переехать с левой стороны. Так. Счет 3-8 тем временем. Угу. Команда говорит, тебе нужен разведчик, ты и тащи этот бой. Ну что ж, настало время, пожалуй, этим и заняться. Начать, начать тащить как раз-таки этот бой. Во-первых, сначала я продамаживаю СТРВ-шку, сажу я на каток. Союзник ее добирает. Пробую я зацелить Пазика, но, как мы видим, Пазик уже зацелил меня. У Венов не хватает по нему бесплатно. Пострелять, оплатить мне уже почти что нечем. Кстати, вот на Кромвеле точное орудие, но с плохой стабилизацией. Поэтому первый выстрел, не стесняйтесь делать с вертухи. Все равно орудие сводится там в районе 3 секунд. Наглянная демонстрация была по игроку на ЛКВС. Три снача просто кинул с вертухи, не сводясь, потому что все равно сведение в районе 3 секунд. Перезарядка между выстрелами очень быстрая. Первый выстрел можно ждать, пока сведется орудие и стрелять. Но за это время вы успеете просто кинуть с вертухи. И потом второй выстрел сделать уже с полным сведением. Попадает мне в пикселек буквально. Статист, не статист, не знаю, кто он на СТРВ. Страх. Некто с тысячей боев. Что делать дальше, дальше, дальше. В очередной раз попробую поменять направление. Зацелить. Кого зацелить? Зацелить кого? Ну, подставляться под Руди, под СТРВ я не хочу. Союзники, тем временем, продолжают заканчиваться. СТРВ пробую, я пробую продамажить. И удается это сделать. Но здесь красный маркер меня напугал, то, что Руди был в простреле. Побоялся от него урон получить, откатился. Не пропил СТРВ. Сколько там у него? 50 мм брони. С первого выстрела, но благо со второго добираю. Еще и по Руди разведанные, кое-какие передаю. И в этот момент как раз ПЗ-4 решает ворваться. Вортом ко мне. Получается, это в борт два раза. Но правда, правда, и я сейчас получу в БЕ укладку. Боевую укладку я чиню, прячусь за насыпью от ПЗ-4. Подсвечу тем временем артиллерию, Руди и какую-то там еще маленькую ПТ-шку. А ПЗ-4 понял, что меня не прострелят. Поехал дальше. Снова в очередной раз я меняю позицию. Исколесил я вообще в этом бою всю карту. Потом в результатах боя покажу, сколько километров я проехал. Можете делать свои ставки. Сколько можно накружить на маленьком Уайт Парке. Одной из самых маленьких карт, которую как раз именно по этой причине играют только шестые уровни. Потому что она маленькая. Вначале я сейчас хотел попробовать добрать Руди, потому что он шотный. Я для него тоже шотный. Но засветился я не вовремя. Здесь еще елка. Страшная елка. Просто в конце боя тоже нелегко с ней придется. Ну ладно, раз эти ребята не впрострели. Тогда я попробую воспользоваться помощью последних двух полуживых союзников. И пострелять, вот в частности, по АТ-8. На этот раз я сажусь полностью. Противоречу немножко сам себе, конечно. Но дело в том, что здесь АТ-8 я боялся напугать первым выстрелом. Если бы я его не точно стрельнул, его просто куда-нибудь в край корпуса, он бы просто напугался. Поэтому я предпочел полностью свестись. Первым выстрелом его продамажить. К сожалению, потом он довернул у меня лоб. И лоб этот не пробивался категорически даже в лючок. Не проблема. Засвечивается 3-4-85 бортом. Засвечивается по АТ-4 бортом. Т-3-4-85. И по АТ-4 отсвечивается. Отсвечивается уже в ангаре. Пользу приносит напоследок Т-67. Пользу приносит. Но, 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 Т-67, если бы он погиб, ну вот сейчас, если бы он погиб, то у меня бы намедилась медаль Колобанова с одной стороны, с другой стороны, и елка бы, скорее всего, на меня упоролась и меня бы застрелила. Пробую я по ней пострелять. И начинает уже немного, ну как, руки дрожать. Потому что, понимая, что на кону этот и разведчик, и уже и воин, ну надо попадать, ну давай, ну давай, нет. Нет, все равно я не попал. КВ-304 накрывает меня с флешком. И я пробую в очередной раз поехать, поменять позицию и добрать как раз-таки руди. Два хп у него, но у него альфа там в районе 200, так что он меня шотает, если, если он будет смотреть на меня. Но, он смотрит в сторону. Сажусь, удивляю. Так, что делать дальше? Осталось, в принципе, три противника. Все понимают уже, что этот, в принципе, тащится. Тащится, но если не сделать никаких ошибок, если немножечко еще повезет. Ошибок я постараюсь не сделать. Что можно, что можно предпринять такого хитрого? Самое хитрое, это вставить вот в этот вот куст и немножко подождать. Если елка красная, со страшным ником Серж007, боец. Серж007, это как Бонд007, только Серж. Она, на самом деле, очень опасный противник. Она меня может просто застрелить. Если, конечно, попадет. Орудие, то у нее косое до ужаса. Ну и начинаю я эту елку ждать. Не буду я ускорять, потому что в этом как раз и кроется один из секретов в игре World of Tanks. В ключевые моменты просто набраться терпения и подождать буквально полминутки. Минутку. Где-то так. И вот, вот, вот она моя награда. Мчится, мчится моя награда. Засвечиваюсь я. Елка сводится, сводится. И кто стрельнет первым? Стрельнули мы одновременно, но елка все-таки не досвелась и попала в землю передо мной. Вот как раз то везение, которого мне могло не хватить. Что делать дальше? В очередной раз поменять позицию. Сейчас как раз таки можно ускорить. Подумаю я, где может появиться эта ПТшка. Сколько у него альфа-альфа? Вроде у него маленькая, но, блин, здесь сложно уже найти танк, который меня не заберет со своей альфы с таким количеством хитпоинтов. Попробую я с этого кустика высветить ее, не высвечивается. Тогда я решил сместиться в сторону базы, в сторону домов на базе. Попробовать оттуда ее высветить. Ну и просто подождать то, что противники, возможно, кто-то из них поедет на захват. Если он этого не сделает, то у меня, в принципе, остается еще 5 минут времени. Еще минутку я могу себе позволить подождать. Но открою вам секрет, минуту ждать не придется. Итак, ждем, ждем, ждем. Никто не светится, решая снова сменить позицию, но... Но-но-но, кого мы здесь видим? Мы здесь видим каракатицу. Кто не знает, эта ПТшка британская, она катается задом наперед. Скорость хода назад у нее выше гораздо, чем скорость хода вперед. Поэтому она вот так вот забавно перемещается по карте. И, несмотря на дрожащие руки, все-таки удается ее застрелить. 9 фрагов. Блин, разведчик и медаль пула. Рели... Блин, не, на самом деле хватит одного лишь разведчика. Поехал я в сторону захвата. Единственное, по пути попробовать где-нибудь... Ну как, от дистанции засветить артиллерию? Ну, навряд ли она где-то в центре. Так, логически, я думаю, где может стоять артиллерия. Если в центре здесь нет, скорее всего она в углу, в районе квадрата К1. Скорее всего. Ну вот, как раз она засвечивается, там туда она смещается. Есть одна проблема. В этом самом углу, не чтобы ее застрелить, мне нужно на нее выехать в упор. Поэтому пока она спиной едет, я пробую выехать, дать ей в спину один шот. Пробую. Ну, не в спину, а получается в борт. Свертуха не заходит. И арта как раз-таки встает в нычку. Мне, чтобы ее здесь собрать, нужно выехать на нее в упор. Естественно, мне, как счастливчику, повезет в больших огромных кавычках, и она меня заберет. Поэтому я решаю, не мудрствуя, так сказать, лукаву, встать на захват. Тем более, что здесь есть одна маленькая машинка на базе, которая может мне пригодиться. Но неожиданно арта не стала меня ждать. Я кидаю с вертухи. Не попадая по мне, а арта кидает с вертухи по мне, попадает. Ставит на каток. Благо, мне немножко повезло. И, ну, альфа не максимально у нее прошла, и пробитие не было фугасом. Так, захват, судя по всему, отменяется. Арта действует агрессивно. Агрессивная артиллерия, решая сменить позиции, зайти с неожиданной стороны. Слышал я сейчас, и вы, наверное, тоже слышали, разрыв фугасного снаряда. Поэтому я, осмелев, выехал вот так вот, зная, что у нее перезарядка. Секунд 10. Ну, ну, везет, везет мне просто как утопленнику, да? Не попадая, попадая в каток без урона. Ладно, окей. Что можно предпринять? Можно в очередной раз попробовать разорвать дистанцию. Единственное, времени остается уже довольно-таки мало. Через полминуты надо будет или вставать на захват, или ехать как-то убивать артиллерию. Артиллерия засвечивается, и сейчас начинается реакция мангуста. Реакция мангуста. Артиллерия откатывается, и я вижу, что она разворачивается. Мод. Стой на мини-карте, разрешенный. В модпаке про танки пользуйтесь на здоровье. Успеваю я среагировать, и сейчас будет интересный момент. Интересный момент, интересный момент. Первый интересный момент. Лево-право, право-лево. Лево или право, куда бы вы поехали? Ну, направо. Так, вторая загадка. Вторая загадка. Лево-право, право или лево, куда бы вы поехали? Направо. И вот она, вот она моя медаль пула. Это она вместе с медалью разведчика Вместе с медалью разведчика И вместе еще и с медалью дозорной Часто ли вы видели людей, которые берут воина и разведчика? Не часто, но, пожалуй, что видели Но как часто вы видели Бои, в которых берут медаль пула и медаль дозорного одновременно То есть, самый ценный игрок Кто? Кто больше всех настрелял, кто сделал больше всех фрагов И кто больше всех насветил Догадайтесь с трех раз Медаль MVP этому джентльменам Разработчики, если вдруг Вы смотрите этот видос и даже досмотрели его до конца Задумайтесь о том, чтобы ввести Такую медальку и выдавать Ее в каждом бою Самому ценному игроку в двух командах Как вам идейка Причем за поражение тоже можно ее выдавать Один игрок по результатам боя Получает медаль MVP Мне кажется, было бы Интересно. На этом на сегодня все Если бой вам понравился, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем спасибо за просмотр, всем пока